Встретили славную дату 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 История разработки и принятия Сталинской Конституции резко отличается от того, как создавалась и принималась Конституция действующая. С ее, в общем-то, наспех, написанным текстом, не были ознакомлены миллионы граждан нашей страны. Она была результатом творчества не только внутренних сил нашей державы. Во многом действующая Конституция вобрала в себя подходы, заложенные во французской, в американской Конституции. И при этом та же организация ЮСАИД, которая фактически является иностранным агентом, совершенно открыто пишет на своем сайте о том, что Агентство США по международному развитию финансировало помощь по разработке Российской Конституции, Налогового и Гражданского кодексов. Провозглашенный в Конституции России отказ от какой-либо идеологии по факту обернулся возвеличиванием господства неолиберальной идеологии. Это подкрепляется еще и тем, что в Конституции прямо прописана возможность частной собственности на природные ресурсы. Особенно показательно в этом отношении еще и то, что слово «частный» стоит перед государственным. То есть как будто бы природные ресурсы действительно в первую очередь должны быть в руках частника. К сожалению, по факту так и происходит. Олигархия гонит народное достояние на продажу за границу, безудержно обогащается, а делиться с обществом особо не желает. В Конституции остаются неурегулированные многие вопросы, ну в частности, например, статус Конституционного собрания, о чем, кстати, наша фракция неоднократно говорила. Много вопросов вызывают и различия в правовом статусе субъектов Федерации. Немалая часть записанных в основном законе важных гражданских прав и свобод все больше подавляется и ограничивается. Например, право граждан собираться мирно, без оружия, проводить митинги, шествия, пикетирования и демонстрации. Уже давно без положительного ответа от исполнительной власти невозможно нормально провести публичные мероприятия, а акции протеста все чаще запрещают и разгоняют с помощью полиции. Или взять хотя бы часть третью сороковой статьи Конституции, где сказано о том, что малоимущим, нуждающимся гражданам жилье предоставляется бесплатно или за доступную плату. Это положение по факту просто игнорируется, поэтому у нас есть миллионы бездомных, нуждающихся в улучшении жилищных условий семей, а при этом банки наживаются на грабительской ипотеке. Перечислять проблемы можно сколь угодно долго. И вот сейчас, в условиях, когда политическая обстановка и в самой стране, и особенно за ее пределами, довольно непростая, в общество все активнее вбрасывается идея о назревших изменениях Конституции, о необходимости пересмотреть основной закон. Можем ли мы в таких условиях надеяться на то, что делается это исключительно из добрых побуждений, и результатом готовящейся Конституционной реформы станет торжество порядка, справедливости и подлинного народовластия? Увы, наверное, это было бы слишком наивно. Скорее наоборот, стоит ожидать корректировок, которые будут решать исключительно прикладные конъюнктурные задачи. Вопросы, в первую очередь, удержания власти теми, кто сейчас ею обладает. Ведь во многом и принималась Конституция в 1993 году с такими широкими полномочиями президента, именно для того, чтобы дать Борису Ельцину почти неограниченную власть и возможность продолжать рыночные реформы, которые по факту оказались для страны разрушительными. Весьма вероятно, что теперь уже новые изменения могут попытаться свести к таким, которые помогут действующему президенту Владимиру Путину оставаться у власти сколь угодно долго. Стоит ожидать отмены ограничения на число президентских сроков, исполняемых одним и тем же лицом подряд. Либо более сложной конструкции, когда президенту придется снова переместиться в кресло председателя правительства, а Конституция должна будет перераспределить полномочия в его пользу и легализовать тем самым его власть уже в новом качестве. И тот, и другой вариант будут говорить о том, что в системе управления государством накопились серьезные ошибки и проблемы, и, строго говоря, решить их одним лишь только изменением Конституции будет невозможно. Ведь проблемы не только и не столько в основном законе страны. Проблемы в господстве рыночной экономики, в необузданности власти олигархов, в самой сути капиталистического строя. Реальное обеспечение прав человека невозможно при господстве частной собственности, невозможно при сохранении у одного социального класса прав жить за счет другого. Создаваемые рынком проблемы лишь усугубляются со временем. Горска сверхбогатых богатеет с каждым днем, а народ постепенно скатывается во все большую нищету. И бесконечно так продолжаться не будет. Мы с вами должны хорошо понимать. Компартия неоднократно предлагала законы, которые могли бы помочь мирно, без потрясений, развернуть курс развития страны к быстрому и устойчивому росту. Это и закон о национализации, о планировании, о прогрессивном налоге, о государственной монополии на производство табачной и спиртоводочной продукции, о валютном контроле и многое-многое другое. К сожалению, пока что все это отвергается. В условиях, когда рейтинг действующего президента продолжает размываться, когда и без того серьезно подорванный авторитет правящей партии «Единая Россия» также продолжает падать, надеяться на спокойную политическую жизнь никому из нас с вами не приходится. И в ближайшие полтора-два, может быть, года мы вполне можем оказаться участниками очень интересных событий, по результатам которых на это здание и на многие другие вполне может вернуться красный флаг. Вот тогда мы с вами и поговорим о полноценной конституционной реформе. Редактор субтитров А.Семкин